всем доброго времени суток вы на канале вязание не только меня зовут алена и сегодня у нас воскресенье и я хочу подвести сегодня итоги моего недельного вязального влога и давайте я покажу вам что же за эту неделю я связала хочу сразу оговориться и сказать вам дорогие зрители конечно же я вязала всю эту неделю начиная с понедельника и сейчас у нас воскресенье но также я еще на этой неделе четыре дня работала поэтому с учетом этих четырех моих рабочих дней у меня связалась все что я сейчас вам покажу конечно может быть если бы я на этой неделе не работала то я уверена думаю на 99 процентов что это изделие у меня было бы полностью закончена но не беда я все равно его в ближайшие дни закончу и давайте я покажу вам что и как у меня продвинулась после вчерашнего моего видео и что же у меня получилось я сделала как вы видели вчера я показывала вам у меня была спинка и передняя часть я их шила выполнила я этот плечевой шов трикотажным швом петля в петлю соединила я спинку и переднюю часть и после этого я приступила к обвязке горловины вот таким образом я оформила горловину я набрала все петли вот здесь и обвязала платочной вязкой закрыла с изнаночной стороны чтобы вот этот наборной край скрыть было не очень хорошо смотрелось вообще не очень хорошо именно вот ложился этот наборной край я сделала просто крючком здесь вот так по краю косичку когда это все выстирается то все это будет конечно же ровным и красивым конечно же я уже все примерила на своей маме мы все посмотрели как это все хорошо смотрится ей очень понравилось и я приступила к вязанию рукава рукав я набрала сразу из проймы я говорила вам да что у меня это будет просто прямая пройма здесь и так как у меня не осталось уже совсем голубого не осталось практически бежевого я думала и так и так я показывала вам вчера клубочек бежевой пряжи но вы знаете когда я начала набирать из этой пряжи вот здесь край я поняла что пряжа все-таки по цвету похоже но по составу это другая пряжа она была гораздо тоньше смотрелось очень очень ну как-то рыхло свободно в общем было совсем не то я еще раз пересмотрела всю пряжу которую мне прислала анюта и решила добавить раз уже я добавила здесь немножко голубого то я решила добавить вот такого цвета джинс и по моему получилось очень хорошо самое главное понравилось моей маме это же я вижу для нее значит я набрала и набирала я в каждую кромочную петлю 2 кромочные 1 между 2 кромочные 1 между и у меня получился вот такой ровный набор потому что я думаю если я буду в каждую кромочную набирать будет немножко слабовато набирать в каждую одну одну между одну одну между будет слишком большой рукав чтоб не получился фонариком а вот таким образом получается идеальный ровный рукав когда набирается вот именно 2 петли кромочные 1 между 2 петли кромочные 1 между я набрала связала вот такую полоску здесь я добавила немножко серого видите вот это серий теперь идет серый цвет немножко дырочек конечно же уже начала убавлять рукав вот вы видите он убавляется сейчас просто пряжа скручивается я не могу вам хорошо показать ну и тут все эти хвостики понятное дело и дальше продвигается вот все сейчас я заправлю вот вот посмотрите и дальше продвигается вот таким образом вот хочу подержать показать вам чтоб не скручивалась теперь после этого цвета вот я хочу добавить уже фиолетовый и вот так у меня будет рукав заканчиваться будет идти несколько рядов но вот и розового я сейчас довяжу где-то вот такая полоска затем будет идти немножко фиолетовый и в конце фиолетовым будет вот так же вот по краю платочная вязка и на этом рукав будет закончен но естественно также параллельно я буду делать здесь еще немножечко убавки где-то вот так вот будет рукавчик вот это вот убавиться еще здесь пару петелек с краю и как раз получится три четверти рукава останется изделие выстирать естественно и сделать уже обзор и фотографии на моей маме и вы конечно же все это увидите вот такой мой итог как вы видели я начало моего этого пуловера было в понедельник и вот сегодня воскресенье получается у меня связался пуловер спинка и передняя часть и связалась у меня пол одного вот рукава это вот буквально за сегодняшний день горловина и вот пол рукава я связала ну так как еще сейчас у нас всего только 7 часов вечера то я думаю что за сегодняшний вечер я рукав довяжу и уже даже приступлю наверное к вязанию второго рукава значит вот такой мой первый процесс и вот такой мой итог за неделю теперь по второму процессу из полины я израсходовала уже первые два матка и приступила вот к следующим вторым то есть у меня ушло 100 грамм и 100 грамм уже 200 грамм я израсходовала вы кстати спрашивали меня что за цвет у полины вот здесь написано посмотрите пожалуйста показываю поближе цвет пурпурный вот здесь все вы видите это этикетка из полины вот полина семеновская пряжа вот посмотрите начала я вторые два моточка почему потому что я закончила уже полностью переднюю часть сейчас конечно я извиняюсь она вся витяжа я не постирала ничего вот хотела вам показать чтобы не затягивать видео значит что у меня получилось два мотка у меня закончились ровно тогда когда я вот довязала это плечо вот здесь на второе плечо я уже начала два новых мотка теперь у меня получился вот такой вырез вот здесь я сделала 3 петельки закругления сейчас просто плохо видно то что все конечно не постирана здесь 3 петельки у меня закругление также как с одной стороны также вот у меня здесь нить присоединена и также у меня получается 3 петельки убавления с другой стороны вот у меня получается вот пройма на рукав вот вот так вот видите сейчас пытаюсь немножко вам показать потянуть чтобы но хоть как-то было видно да вот получается у меня получилось вот я начала там где у меня начался рапорт 1 2 и еще пол рапорта такая у меня получается пройма здесь вот такой вырез затем я буду здесь это обвязывать все крючком поэтому вот этой именно лицевой косички видно не будет я буду за нее делать захват за вот эту вот лицевую петельку вот и получается что моя передняя часть по этому топу по этой кофточки готова вы спрашивали меня будет ли мастер-класс конечно конечно мои дорогие зрители будет мастер-класс но для начала разрешите мне пожалуйста эту кофточку довязать когда я ее довяжу постираю сделаю красивые фотографии тогда я конечно же все подготовлю и сделаю для вас мастер-класс будем этот узор вязать вместе возможно даже на спинке самое начало я покажу вам как я буду вязать чтобы потом не вязать отдельно рапорт потому что здесь есть некоторые нюансы с краю так как много накидов нужно учитывать что с краю не 3 вместе как по схеме вяжется только 2 вместе возможно я начну вязать спинку завтра и попробую сделать это сразу для вас на камеру чтобы было понятно вот такой мой итог недели это у меня передняя часть которую я вижу из полины кофточка вот такой мой итог и что же у меня с моим топом посмотрите я сейчас нахожусь в сорок девятом лицевом ряду точнее не нахожусь а подошла к сорок девятому лицевому ряду пряжа была конечно очень хорошая но когда немножечко я вот из нее повязала все она начинает вся разваливаться и я вот пытаюсь ее совсем не трогать чтобы она не запуталась но по моему ее просто надо будет вот на клубок намотать иначе она просто действительно вся поперепуцается ну займусь этим конечно же позже а сейчас давайте я вам покажу я уже вязала и не стала я сейчас переодевать снова еще на одни спицы потому что мне потом одни спицы у меня чуть чуть меньше размером 275 вот чагу я их кстати в подарок получила от марии мария спасибо огромное за ваш подарок это замечательные спицы но так как эти спицы тройка потом вот набор именно тройкой с 275 немножко туговато поэтому я уже не стала переодевать спицы а вот эту пряжу я получила тоже в подарок я показывала в прошлом году мне приходила посылка от анжелики братерской и вот она прислала мне эту пряжу анжелика спасибо огромное мне очень нравится вот сейчас на данный момент мне очень нравится работать этой пряжи как я уже вам показывала я добавляла здесь немножечко фиолетового хлопка и потом когда у меня уже лепестки стали соединяться я видела что я подхожу концу лепестка я пряжу поменяла чтобы у меня уже после лепестка шел именно бирюзовый как я и задумала так и получилось теперь что же у меня получается сейчас надо сделать так чтобы со спицы у меня это не соскочила теперь у меня получается что мой цветок так но я буду показывать опять на полине потому что другого у меня варианта нет я же хочу чтобы вы все увидели у меня до все мои итоги получилось у меня вот таким образом смотрите вот эта середина была цветка вот здесь я начинала немножечко другим хлопком да что ж такое ниточки мешают мне показывать после того как я провязала вот эту сердцевину цветочка видите вот хлопок я приступила к вязанию из беллы из ализабелла и у меня здесь получился такой переход я вязала из внешней нити клубка не из середины потому что в середине идет белая ниточка я присоединила нить и у меня получился что у меня первый цветок лепестки закончились белым и вот здесь полоса белая затем снова начался такой вот видите нежно розовый снова фиолетовый я поменяла снова нить вот здесь в середине цветка на другой хлопок только фиолетового цвета чтобы секционка я не переходила здесь а именно чтобы здесь лепестки были ровные и после того как лепесточки вот здесь последнем ряду я уже заканчивала я поменяла снова пряжу на беллу и у меня получился как раз вот посмотрите конец лепесточка уже идет такой сиреневый потом один ряд буквально темно-сиреневого и потом уже начинается бирюзовый вот именно сейчас где я провязала закончился этот двойной цветок то есть вот лепесток и вот лепесток теперь этот цветок закончился этого узора больше не будет и дальше продолжится после сорок девятого ряда совершенно другой узор там уже не будет никаких лепестков а просто будет расширение салфетки по принципу там естественно 2 вместе накид 2 вместе накид потом будет несколько лицевых там вязаться 5 лицевых потом 7 лицевых потом опять 5 в общем я посмотрела так немножечко до чтобы для себя просто разобраться но факт тот что я поняла что цветка больше не будет все и здесь я разобралась я нашла ошибку в описании там просто были петли не в ту сторону ну написано как их надо менять я потом с этим делом разобралась и когда повторялся уже здесь лепесток уже проблемы никакой не было я уже знала как это все делать вот такие мои продвижения то есть самого начала вы видели мою салфетку теперь она получается вот такая но я думаю что здесь где-то если считать от середины до края это где-то сантиметров 20 может быть 21 у меня сейчас провязана вот такими мои продвижения не могу сказать что я прям всю неделю его вязала я говорила вам что я потеряла много времени также с разбором этого описания ну тем не менее за неделю на данный момент у меня связалась и если там пишут как бы ну по описанию что нужно вязать эту салфетку до той ширины пока вы дойдете до талии если вот у меня на этом топе да это тоже мой как ну я вижу как вот на мой размер то получается вот середина это там где вот эта полоса если так грубо грубо так приложить до теперь посмотреть листок но естественно это же тоже не стирано это тоже будет вот так вот немножко в сторону и здесь листок то получается мне еще надо провязать от салфетки но до края до до талии как бы до чтобы уже боковую сторону закрыть ну я не знаю так приблизительно сантиметров 10 11 то есть еще 10 11 сантиметров вот от этого голубого я провяжу и все боковые я сторону уже буду закрывать оформлять пройму и потом вязать только вверх и только вниз уже по кругу у меня уже вязание прекратится я просто буду вязать как обычную вещь вот такие мои вязальные новости за неделю но не знаю много это или мало что ж если кто-то вяжет больше и лучше я очень за вас рада ну а меня устраивает и моя скорость вязания и мои итоги очень очень я ими довольна поэтому буду вязать дальше и радовать вас своими работами теперь посмотрите что хочу я вам показать я получила подарок подарок я получила от подруги моей мамы подружку зовут лариса она тоже умеет немножечко вязать и она когда мама была у нее в гостях лариса сказала жанна я знаю твоя алена вяжет у меня есть журналы которые мне не нужны вот я ей дарю я хочу вас познакомить с этими книгами и журналами посмотрите это вот такая книга которая называется узоры для вязания крючком вот такая толстенькая книжечка автор здесь коварская вот вы видите поближе показывают написано восемьдесят шестой год то есть издание восемьдесят шестого года ну естественно как в любой другой книге здесь написано все 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 введение о вязание как нужно правильно подбирать инструменты как нужно правильно подбирать пряжу и потом идут азы и здесь рассказывается какие есть крючки какие есть нити как подобрать толщину под правильный размер крючка или под размер крючка правильную подобрать толщину нити можно и так и так сказать видите здесь вот показаны азы как прибавить как убавить все здесь нарисовано Всё здесь написано, конечно же, но, естественно, в самой уже книге идут очень-очень интересные вот такие схемы, вот такие мотивы различные, есть вот треугольники, есть круги, есть мотивы пятиугольные, есть разные узоры интересные, какие-то новые, какие-то хорошо забытые старые. В общем, вы знаете, книга кладезь, и я уверена, что я обязательно в этой книге найду для себя много полезного и много интересного. К этому всему ещё вот такая книга, называется «Шапочки, шарфики и варежки для детей от 2 до 10 лет». Я деткам не особо вижу, ну, потому что маленьких деток нет, и у родных тоже таких сильно маленьких деток нет, но книгу-то всегда надо иметь, а вдруг когда-то и пригодится, правда же? Здесь интересные модели, интересные описания, можно просто для себя почитать, посмотреть, для информации, просто вдохновиться, может быть, и чему-то и научиться. Дальше, следующий журнал такой, «Сабрина» на русском языке, это тоже вязание для детей, здесь тоже предоставлены детские вот модели. Вот такой журнал «Вязание. Ваше хобби» за 2008 год, здесь тоже интересные модели, интересные схемы, я, конечно же, с удовольствием этот журнальчик полистала, посмотрела, я уверена, что найду тоже для себя что-то интересное. Но это ещё не всё у нас, сегодня воскресенье, и у нас хорошая погода, и недалеко от нас был блошиный рынок. Я часто хожу на блошиные рынки, мне очень интересно что-то смотреть, я всегда смотрю книги какие-то, да, по вязанию, естественно, возможно, иногда бывает и пряжа, иногда даже бывает в упаковках. Вы видели, когда приезжала в прошлом году Таня Одинцова в гости, вот семья Одинцовых, мы с Таней тоже были на блошинном рынке, купили там пряжу, я прям купила пряжу в упаковке. Вот, но на этот раз я купила одну книгу и один журнал. Книга, вот, она меня привлекла, и вы знаете, да, я часто говорю, что я сама научилась вязать крючком, и мне очень нравится вязать крючком, хотя, конечно же, предпочтение я всё равно отдаю спицам, так как я уже очень-очень давно вяжу спицами, и с самого начала я научилась, конечно, вязать на спицах. Но крючок мне тоже очень нравится, привлекает меня, и я последнее время всё чаще и чаще вяжу модели крючком. Вот купила я такую книгу, автор этой книги, Барбара und Marles Müller, называется эта книга «Alte Heckelspitzen». Здесь написано «Hundet jerege muster neue nachgearbeitet». Это значит, что столетние образцы в современной обработке, можно сказать так, да. Конечно, я посмотрела уже эту книгу, она мне очень понравилась. Здесь точно так же очень интересные узоры, интересные техники, кайма в основном. Я пролистала всю эту книгу, посмотрите, мне очень-очень понравилось. Здесь точно так же со схемами предоставлены все фотографии. Фотографии все черно-белые, но это не беда. Все схемы здесь, здесь можно посмотреть, вот посмотрите, есть большие схемы, можно вязать для скатерти, вот такую кайму, вот, пожалуйста. В основном здесь, ну, предпочтение филейной техники, но также есть и другие простые узоры. Вот, допустим, кайма, и здесь техника уже идёт ленточное кружево, да. Вот, очень интересно, поэтому я, конечно, с удовольствием эту книгу приобрела, тем более, ну, вы знаете, на блошином рынке это же там, ну, вообще не разговор о цене, что там, пару евриков, это даже вообще ни о чём речь, да. Ну, и здесь вот такие фотографии, как можно это всё сделать, как можно это красиво всё украсить. Ну, я думаю, что эти узоры все можно использовать не только для вязания каймы скатерти или чего-то ещё, я думаю, что можно использовать и в каких-то других изделиях. Поэтому я, конечно, купила сразу эту книгу, она мне очень понравилась. И вот такой ещё журнал, который называется Heckel Trends, это тоже для вязания крючком. Это за 2000, вот здесь, за 2016 год. Здесь тоже интересные модели, всё крючком, ну, вот видите, вот из махера, вот такие осенние здесь, вот модели интересные, это также всё для вязания крючком. Здесь вот описание, а здесь вот фотографии самих моделей, видите, вот как можно интересно, красиво и стильно сочетать вот такие вот осенние цвета. Связать жакеты, связать свитера, связать какие-то аксессуары, вот кардиган, допустим, крючком. Ну, то есть, что-то интересное можно, конечно же, всегда в любой книге, в любом журнале подчеркнуть. Вот и все мои новости вязальные за эту неделю. Вот такой мой влог за неделю, что связалось, всё я вам показала, каждый день я показывала вам свои работы, своё вязание. Также я вам говорила и рассказывала о своих неудачах, о своих распусках, потому что очень часто вы мне пишете, что, Алена, как у вас всё получается. А видите, не всегда всё получается. И вот как раз в этом недельном влоге вы могли это и наблюдать. Что и распуск у меня был и по маминому пуловеру, да, я очень много распускала, и здесь я распускала, я говорила вам. Но этот процесс у меня пошёл без сучка и задоринки, потому что, во-первых, несложный здесь узор, а во-вторых, я уже его вязала. Ну что, теперь давайте я расскажу вам и порекомендую вам два новых канала, а также порекомендую вам одну мастерицу из Инстаграм. Я хочу познакомить вас с одним каналом, называется этот канал «Повезушки со Светланой». Канал это интересный, ведёт этот канал женщина, которая вяжет, вяжет и спицами, и крючком, она делает обзоры пряжи, покупки показывает свои. Также у неё есть видео о итогах, что она связала, она показывает. Вяжет она шапки, вяжет она плечевые изделия, есть у неё также и береты, связанные крючком. Я думаю, что вам на канале Светланы будет интересно. Проходите, знакомьтесь, я думаю, что на канале Светланы вам понравится. Следующий канал, который я хотела бы вам порекомендовать, называется «Дизайнерское вязание крючком со Стефанией». Это молодая девушка, которая вяжет крючком, которая показывает свои работы, которая немного рассказывает о себе, у которой есть даже видео «Прогулка по Еревану». Я думаю, что, возможно, вам это будет интересно. Мне нравится этот канал, я смотрю эту девушку. И вы знаете, хочу сказать, что когда я смотрю, что молодые девушки вяжут, девочки, девушки, это так приятно, так как это разбивает так называемый стереотип у очень многих, что вяжут только бабушки. И когда я вижу на ютубе молодых девчонок, я сразу думаю, что вяжут-то не только бабушки, вяжут еще и девушки, и девочки молодые. Поэтому проходите, пожалуйста, на этот канал, знакомьтесь со Стефанией, с ее работами, с ее мастерством. Я думаю, что эта девушка вам очень понравится. Ссылки, конечно же, на все каналы я оставлю в инфобоксе. А теперь я хочу познакомить вас с одной мастерицей из Инстаграм. И зовут ее Наташа Падыбайло. Она живет в Украине. Мы знакомы с Наташей уже давно. Познакомились мы с ней на сайте Одноклассники. Наташа вяжет спицами, она вяжет модели для женщин, также она вяжет интересные модели для детей. Мне очень нравится эта мастерица. Я наблюдаю за ее творчеством, вдохновляюсь ее работами и приглашаю вас с ней познакомиться. Итак, знакомьтесь. Наташа Падыбайло и ее прекрасные работы. Субтитры создавал DimaTorzok На этом, мои дорогие зрители, я свое видео хочу закончить. Я думаю, что мой влог недельный вам понравился. И также вы со мной увидели, что же действительно я смогла или могу связать за неделю. Поэтому пишите, пожалуйста, ваши отзывы. Понравились ли вам мои видео? Понравился ли вам этот недельный влог? Было ли вам со мной интересно? Как вам понравились все мои вязальные новости, о которых я рассказывала? И если вы захотите, если вам понравилось, то, возможно, я такие влоги иногда буду время от времени делать. Ну, не совсем часто, но, может быть, хотя бы один раз в три месяца. Вот такую одну недельку мы будем проводить с вами вместе. И смотреть, и следить за моими итогами и продвижениями моего вязания. Дорогие мои зрители, желаю вам прекрасного настроения, отличного вечера. Всего самого-самого наилучшего. Легких вам петелек и до новых встреч!